Начинаем все с травушки-муравушки. Вот такая травушка-муравушка. Привет, это я, красножопая черепашка. Почему красножопая? Что это за бред какой-то, я сказала. Короче, вот эта травушка-муравушка растет повсюду. По всему городочку Сан-Мигель-де-Ль-Альенте, который находится высоко в горах. Так, это такой очень домашний отельчик. Очень такой миниатюрный, семейный мини-отель. Давайте посмотрим, что нас здесь с вами ждет, друзья мои. Проходим и видим справа красивый камин. Сверху телевизор можно сесть, посмотреть какое-нибудь кино. Открываем дверку, она такая очень стеклянная. Немножко какая-то, как будто бы вообще можно выбить ногой. Кстати, казалось бы, криминальная Мексика. Но вот все дверки здесь вот такие прям миниатюрненькие. Сама постройка как будто бы сделана, что у каждого номера свой отдельный домик. Заходим. Вот видите, опять же, вот эти стеклянные двери. Просто пнул ногой и зашел. Ну, видимо, настолько безопасно. Вот такие двухспальные две кроватки. Здесь мы проведем с вами целую неделю. Значит, что мне очень понравилось? Посмотрите, как интересно. Во-первых, полы, они такие интересные. А вот этот сундук, это же просто антиквариат. Раритетный сундучок, вот такой ручной работы. Просто красотища. И все, вот и столик, посмотрите, как будто бы ручной работы. И вот каждая маленькая деталь, она меня просто поражала. Здесь у нас с вами находится шкафчик, такая мини-гардеробная. И миниатюрная такая ванная комнатка. Душевая, туалетик, что-то такое тут можно, не знаю. Ребятки, короче, это хочу немножко поныть. Значит, первое. Все время, когда приходишь, где бы ты ни было, кроме как в России, заказываешь американа, тебе приносят... Нормально меня слышно? Видите, я писулечку свою подключила, сотню. Писулечек свой. Тебе приносят мочу почти везде. Что это за хрень такая, скажите мне? Вот только в России, когда ты заказываешь американа, тебе приносят американа. А везде приносят мочу. С чем это связано, как вы думаете? И поэтому приходится заказывать еще эспрессо. Вот смотрите, что мне приходится заказывать. Сейчас покажу вам. Значит, вот. Вот видите, эспрессо, да? Правильно? Показываю. Это я новую камеру купила. Canon GX. И вот эта вот моча американа, которую приносят везде и всегда. Ну, что ж такое? Что меня поразило? Вот сейчас начнутся одни сплошные бесконечные дворики, магазинчики, кафешечки, ресторанчики. И вы увидите, что Сан-Мигель-де-Л'Альенте, как и многие другие маленькие мексиканские городочки, удерживают свою идентичность и не пускают туда никакую Заруи, Чендем и прочие вот всякие. Смотрите, это дворик, и там сверх просто дерево и небо. Таких двориков Сан-Мигель-де-Л'Альенте каждый первый, каждый первый. Это как шкатулка с какой-то невероятной, дикой красотой просто. Так, это у нас очередной ресторанчик. По-моему, он был итальянский. Все такое очень рождественское. Я вот осваиваю свою новую Кэнон-камеру, которой я, кстати, довольна. Я уже много раз об этом говорю, она мне очень нравится. Это Кэнон-малышка. Так как мы постоянно замерзали, приходилось кушать горячие супчики, согревающие такие, видите? Это что-то из морепродуктов на сливках. Это у моего Николая, а у меня. Сейчас посмотрим, что. А у меня тоже из морепродуктов, только на томатном каком-то, на томатной основе. Это что у нас? А, это у нас мясо. Так, ну вот, посмотрите, опять. Ну опять какой-то бесконечный шедевральный совершенно дворик. И вот все те люди, кто обожает интерьер, кто имеет вот такой творческий вкус, вот черпайте, так сказать. Черпайте или черпайте, черпайте. Господи, совсем мой русский язык, боже мой. Ну просто вот запоминайте каждую деталь, потому что мексиканцы, это же, ну такая смесь с испанцами, да? И это такие, это как бы смесь индейцев и испанцев. И это что-то вот совершенно невероятное получилось. Посмотрите, какой тонкий вкус. Вот это лодочки. В этих лодочках находятся какие-то, что ли, то ли, я не знаю, там зеркала, или что-то такое отражает кругом картины, какое-то безумие, боже мой. У меня просто случались оргазмические припадки. Просто вот три оргазма в одной комнатке, три оргазма в другой комнатке. Ну посмотрите, дизайнеры, ну это же что-то невероятное. Каждая деталь, каждая ручка, вот я не знаю, каждый гвоздик универсальный, какой-то безумный пол, зеркало, каждая лампочка, все сделано с такой любовью, ну это просто что-то, ну это просто что-то с чем-то. У меня сегодня какая-то тревога поднялась. Вот сейчас надо делать озвучечку, меня прямо штырит. Я выпила то ли три, то ли четыре чашки кофе. Зачем я ее столько выпила? Причем тревога, а вот это еще одна комнатка. Давайте зайдем, посмотрим и вместе кончим. О, боже мой, какой красивый пол, какая люстра, какая картина, ну просто я не знаю. Вы в припадке? Потому что я в припадке, я как вспомню это все. Ну мне вот поэтому, и там американцы пасутся, особенные какие-то очень. А, так, подождите, сейчас одну секунду. Так, потому что это магазин мой любимый, которых в Мексике очень-очень много. Значит, это вот эти зэки, да, делают всю ручную работу. То есть они делают татуировки на сумках, вы помните, у меня парочку сумочек есть. Рисуют картины, делают рисунки на куртках, да, вот эти татуировки. А вот и он, один из вот этих Хосе Родригесов, который как раз за своим любимым делом делает сумку. А денежки идут его семье, да, его детям и всем тем, кто пострадал от рук этих, значит, криминальных личностей. Так, ну это 148-й органический дворик, коих будет огромное множество. Сразу запасайтесь вот этими оргазмами, запасайтесь терпением. Посмотрите, все вот такое вот, ну вот все. Вот те люди, которые ценят искусство, те люди, которые любят антиквариат, они понимают, о чем я сейчас говорю. Кто любит вот эти все мелочи, детали, вот это все хочется нюхать, трогать, облизывать, смотреть, оргазмировать, идти и нюхать дальше. Каждый миллиметр. Так вот, американцы здесь необычные. Они такие люди искусства. Они люди искусства, и это особо люди. Так, посмотрите, мы находимся в Академии искусств. Помните фильм Фрида Калла, где она познакомилась со своим Диего Ривьера? Это все происходило здесь. Именно Диего Ривьера за мной вот эту картинку красивую и рисовал. Так вот, американцы здесь не просто обычные, такие, знаете, американцы. Вот тут такая прослойка. Вот это вот лодочки такие впереди стоят красивые, с фонтанчиком. Это все очередные дворики, да, вы понимаете. Это такие очень особые люди. Это у нас что, поэлии или что-то такое? Ребятки, я отправляюсь в очень интересное путешествие. Сейчас я вам все подробненько расскажу. Более чем. А вот это самая страшная собака в мире. Ну вот, по крайней мере, эта порода, она все время занимает первое место по самым страшным псинкам в мире. Но она такая милая, она без конца мерзла и все пыталась у нас погреться. Ну вы поняли, да, это я уже на квадроцикле взгромоздилась на квадроцикл на какой-то, еду по городу, и сейчас мы будем, значит, ехать по каким-то интересным местам. Короче, два слова про этих американцев. Это вот такие вот, знаете, интеллигентные бабулечки, дедулечки, которые вот действительно ценится ли искусство. Среди американцев их не так уж прямо и много, но, в общем, все те, кто есть, съехали с Сан-Мигель-де-Ля-Льентой и поскупали к чертовой матери все, что там только было. Так, значит, пару слов про вот это озеро. Пару слов про озеро. Это озеро, это был городок, который затопило, то есть это очень-очень глубокое озеро, которое затопило. А это вот ослик, кстати говоря. А это ослик, смесь с лошадкой. Я стал к нему приближаться, чтобы его разглядеть. Но ему это очень не понравилось. Что-то у меня в какой-то ботинок, то ли это какие-то какашки, то ли что-то у меня с ботинком. Не помню уже, что это было. Ну, в общем, короче говоря, сейчас мы туда сядем и продолжим наш путь, друзья мои. Наш путь продолжим. Так вот, я еще не договорилась, что вот эта тревога, которую запускает кофе, она может провоцировать еще и что-то такое, какую-то тоску, печаль, какую-то депрессию. И вот я прям чувствую, что с тревогой нарастает у меня сейчас какая-то печаль, с которой я не хочу расставаться. Так, ну что, я поехала, поехала. За рулем не сидела вообще сто тысяч лет уже не сидела. Вот, вот этот город затопленный, он находится здесь. И вот этот шпиль от церкви даже торчит. Можете себе представить, что там глубоко-глубоко находится целый городок. Вот и все. Сейчас вместо городочка тут озеро. Сюда съезжаются местные мексиканцы, радостно делают какой-то пикник, ну, всякое такое, все, что только можно, короче говоря. Ну, вот и все. Отправляемся с вами в аргентинский ресторанчик кушать лобстерный суп и согреваться. Вот этот супчик из лобстера запекается вот в такой вот, разливается булочке. Булочку открываете, а там на сливках лобстер, суп из лобстера. Безумно вкусная штука. Это у нас с вами очередной бомбический совершенно магазин. Кто любит шить, девочки и мальчики, срочно обращайте внимание на все эти наряды. Открытый дворик при магазине, тоже шедевральный, как вы видите, с красивыми граффити, столиками, какими-то стульчиками, фонтанчиками. Значит, сейчас очень внимательно смотрите на эти наряды. Вы вообще видели что-либо подобное? Конечно, есть сходство с Дизигуаль, помните фирмы Дизигуаль, но это даже близко по качеству и по рисунку не сравнить. Это просто надо видеть. Это что-то, просто что-то с чем-то. Вот внимайте всем своим нутром, сейчас внимайте вот эти цвета. Ну, мы прогуливаемся. Значит, климат очень такой, мне не супер понравился, не супер приятный прямо климат, потому что какой-то он то ли холодный, очень не выветривается воздух, поскольку это высоко в горах, как чаша такая, какое-то дикое количество машин. Это сейчас я из минусов. Ну, посмотрите, опять дворик, давайте оргазмировать срочно. Давайте оргазмировать. Ну, посмотрите, это вот очередной шедевр, очередной просто. Я не знаю, это все хочется куда-то увозить, а куда это увозить? Правда, ну, куда это увозить? Посмотрите, это вот все под открытым небом. Вот пойдет дождик, и это как-то все будет заливать, куда они это все будут прятать, я не знаю. Может быть, они такие редкие, здесь дожди, но это открытый двор. Очередной, просто каждый первый, каждый второй двор вот такой вот. Или там чего, стекло какое-то сверху стояло. Смотрите, ручка какая. посмотрите ручка ручка чуть ли не из бронзы а это дерево посмотрите какое красивое дерево это вот как называется эта штука где водолазы плавают в этих водолазах это какие-то жирафы что это еще носороги из дерева боже мой сколько красоты это же куда-то все надо увозить как будто бы хочется все это увезти а куда это все увезти когда я каждый раз живу в разных странах в разных городах и я никуда никогда получается не возвращаюсь в этом есть свои преимущества но и есть видите как бы недостатки вот жизни такого кочевника потому что хочется все куда-то складировать надо в конце концов купить какой-то огромный дом ведь это когда ампердама очень солидная статная женщина все у меня такая очень структура я вам скажу интеллигентная правда же еще кстати говоря такое наблюдение что мексиканцы настолько разные что в одном регионе они чистюлей бумажечки в жизни не бросят допустим киритары сан-мигель-де-ля-льенде просто вылизанные языком дорожки но не нигде бумажечки не найдешь в отличие от плайдель карман например такие тут они прямо засранцы все закидали этими бумажками или же это может быть вполне связано с тем что в одном месте убирают лучше а в другом месте деньги разворовываются понимаете да например как вот у нас в россии все бабки разворовали ничего не убрали и зато себе купили три виллы в майами наверное это с какой-то коррупции тоже может быть связано а возможно у них вот видите тоже библейские сюжеты сценки вот эти по всему рождество конечно было невероятно красиво невероятно эти песнопения всюду и религиозные американские пенсионеры сверху смотрите непосредственно на самом деле на католическое рождество они сверху нас и взяли в руки свои библию псалмы какие-то и стоят это все по ним все их религиозные песни очень так сплоченные такое все у них тут благодать божья на них снизошла вот так вообще мексиканцы кстати говоря люди очень религиозные вот они все крестятся молятся поскольку у меня младшая дочка ходит религиозную школу а я вам уже говорил в южной америке все практически все платные дорогие хорошая школа они религиозные ну что вечерние гуляния по красивому маленькому городочку сердце мексике так сказать сан-мигель-дель-оль-эль-энто такие зучные мексиканские мощные женщины посмотрите я считаю европа она просто нервно курит в сторонке по сравнению вот с этой вот такой невероятной красотой видите все в огоньках все светится светится любовью страстью жизнью ну ладно вот про чистоту вы поняли да вот то что рассказала про чистоту что все чистенько посмотрите как все красиво боже мой как они любят огонечки чтобы все горело я вот даже мы все время сожалею когда заканчивается вот это новогоднее время рождественское мне прямо искренне жаль даже не хочется елку убирать потому что хочется чтобы вот эта сказка она никогда не заканчивалась она как можно дольше продолжалась вот такие вот улочки красивые значит из минусов сан-мигель-дель-оль-энтор негде ходить то есть буквально узенькая узенькая такая тропиночка а вот опять шедевр боже ну что это посмотрите какая-то ручная работа вот эти столы не знаешь из чего это как будто брон заметили что это такое а еще кстати говоря что я замечаю ну вот особенно в сан-мигель-дель-оль-энто вот они такие улочки да горы посмотрите еще а вообще катастрофически не хватает воздуха воздуха разряжен дышать нечем смог такое я была запретила если честно здесь вообще въезд автомобилем только электромобили хотела бы что привезли вот очередной оргазмический дворик мы с вами заходим и для меня если честно загадка почему в мексиканцах нет нашей вот этой вороватости которая у нас увести у советских людей посмотрите какой-то интересный засушенное дерево на котором висят какие-то лампочки да видите открытый дворик тоже я даже от просто посмотрите еще какая-то люстра наверху почему-то растет трава это тоже дико красиво просто безумно красиво ну и вот и никакой мексиканец ничего не отломает мне эту плитку не отобьет себе не заберет ничего не выкопает вот нет у них этой какой-то вороватости да допустим а у нас бы это все мне кажется все эти ручки отодрали было вот а то так эти скамейки было вот выломали выкопали все эти кусты у меня вот такое ощущение что эти почтовые ящички которые ручной работы фонарики которые также все это вырезано ювелирно совершенно ювелирно вот посмотрите ну вот она повсюду повсюду с такой любовью столько вот этой детализации столько мелочей даже вот номер дома сама циферка буковка вот как улица написано да вот это вот как она называется все эти вывески боже мой кругом маленькие кофейни все такое аутентичное такое вот прямо камерное боже мой ребята вы представляете мы с вами до того до оргазмировались что я не заметила что нам пора прощаться я вас целую мои котики обнимаю